Президент Турции Раджаб Тайб Ардуган, когда последний раз был с визитом в Баку, он предложил новый формат, формат шести. Это три южнокавказских страны, это Азербайджан, Армения и Грузия, и три соседних страны, Турция, Россия, Иран. Четыре страны сразу дали добро на этот проект, это сама Турция, Азербайджан, Россия и Иран. Вопрос возник с Грузией, с Арменией. Россия тоже согласна на этот формат шести, это в интересах и России тоже. Я думаю, что со временем Армения тоже согласится. Остается только Грузия, и вопрос возник, к сожалению, с Ираном, то, что мы уже говорили, конфликтная ситуация в отношениях Ирана с Азербайджаном, но мы первым это начали. Но я думаю, что с Ираном тоже пройдет немного времени, и мы согласуем эти вопросы с Ираном тоже. Остается только Армения. У нас три требования. Подписать мирный договор с Арменией, чтобы две государства признали территориацию с обоих стран, определить границы и открыть Зангельский коридор. Все это в интересах и других стран тоже. И Грузии, Ирана, который будет использовать этот коридор, и России в том числе. И я думаю, что задумка Артугана «Формула-6» или «3 плюс 3», как говорят некоторые экспрессы, со временем реализуется. Формат был поддержан министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И еще в начале октября, практически уже месяц назад, была речь о том, что было бы интересно реализовать такую форму взаимодействия на Южном Кавказе, когда три страны непосредственно Южно-Кавказского региона, Азербайджан, Армения, Грузия с одной стороны, и три ближайших соседа, Иран, Турция и Россия, участвуют в едином обсуждении проблем, которые нас всех здесь могут объединять. Но уже изначально Сергей Лавров говорил, что, скорее всего, наибольшие проблемы здесь будут именно в участии Грузии. И если мы посмотрим, что произошло за месяц, новый накал антироссийской риторики, антироссийской истерии в Грузии только поднялся. Поэтому, если мы посмотрим на то, как выглядел формат 3 плюс 3, когда его обсуждали в начале октября, и как он выглядит сейчас, он стал еще более проблематичным. Казалось бы, можно было от этой антироссийской риторики в Грузии отойти, да, Россия никаким образом не вмешивается в их выборы. Но нет, нужно было еще раз запустить этого козла в огород, запустили, поговорили, ну что делать. Значит, скорее всего, вот именно из-за этого, из-за этого камня преткновения пока что данный формат не заработает. Россия может активно эту идею продвигать, и Россия может это продвигать, опираясь на хорошие взаимоотношения с Азербайджаном и на хорошие отношения одновременно с Арменией. И, что тоже важно, одновременно на хорошие отношения с Ираном и Турцией. Мы видели, как последний месяц были активные переговоры с представителями всех стран, делегации разного уровня приезжали в Москву. Президент беседовал, министр иностранных дел России беседовал с представителями всех государств. И, конечно, вот этот диалог многосторонний, многовекторный, он идет. Проблема действительно в Грузии. Подключение Грузии сюда, это скорее должен быть пас, быть сделан не со стороны России. Россия постоянно говорит о возможности нормализовать отношения с Грузией. Грузии на это не идет. Если у Грузии будет какая-то дополнительная мотивация, предположим, ее сформулирует турецкая сторона. Да, тогда это было бы интересно. Ну, хотя бы встретиться с официальной грузинской делегацией представителем России на формате 3 плюс 3, почему бы нет? Это дополнительная формула для интеграции данного региона. Пока что, если Грузия будет себя выводить из всех этих интеграционных процессов, ничего позитивного для Грузии это не даст. Но, в конце концов, да, можно будет построить логистическую связность и без Грузии, в общем, все государства в данной ситуации могут взаимодействовать друг с другом, минуя грузинскую границу. Ну, для Грузии это просто потеря транзита будет. Ничего хорошего для Грузии это не предоставит. Можно было бы договариваться. А так, да, Россия готова в этом активно участвовать. Говорим в данной ситуации о большей логистической связности всех государств региона, создании торговых коридоров, транзитных коридоров и с точки зрения обычной торговли, с точки зрения поставки энергетики. Сейчас энергетический кризис мировой говорит о том, что различные вот эти связи энергетические будут крайне важны, они будут, их значимость будет только нарастать. И несогласованные действия здесь, конечно, были бы интересны всем участникам. То есть создание некой такой постоянно действующей платформы, в рамках которой мы все здесь смогли бы договариваться, было бы важно. Ну и главное, там уровень доверия бы повышался в данной ситуации. Можно было бы какие-то вопросы, какие-то нюансы, которые не лежат на поверхности, выяснить в свободном диалоге. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы, пишите в комментариях. До новых встреч.